Добрый день! Мы продолжаем изучать фруктовые головоломки и в этом видео рассмотрим яблоко, которое является наиболее популярным, но не самым простым. Если вы пока только выбираете, с какой модели начать изучение серии, то рекомендую первым взять лимон. Он попроще, обучающее видео можно найти по ссылке в описании. Яблоко и груша сложности одинаковые, но поскольку яблоко гораздо более распространено, можно встретить также вот такую модель, более старую, то сегодня именно его мы и будем собирать. Красное яблоко производится компанией Фанксин, зеленая компанией Мою. Также есть аналоги от других производителей. Конструкция у них примерно одинаковая, но небольшие отличия есть, поэтому в конце видео я покажу два примера сборки на каждой из моделей. Напомню, что яблоко является модификацией обычного кубика Рубика 3х3 и собирается аналогично. В основном проще, так как не требуется выполнять длинные алгоритмы на некоторых этапах, но кое-где требуется дополнительное внимание. Главным отличием является то, что кубик Рубика шестицветный, а яблоко одного цвета. Единственное, внутри некоторые модели могут иметь другой цвет, к примеру, как здесь белый. Как и кубик, яблоко имеет три слоя и три типа элементов. Давайте вспомним, какие они бывают. Те, кто умеет собирать кубик Рубика, спокойно сами соберут яблоко. В этом видео я хочу предложить подробную инструкцию по сборке, которая подойдет даже для тех, кто раньше не собирал никакие головоломки. Для удобства сделаем вот такой узор. Элемент, который находится в центре, на каждой грани и имеет один цвет на кубике Рубика, называется центром. На яблоке также центральный элемент будем называть центром. В одном здесь есть такая выемка, с другой стороны у яблока палочка, боковые центры четыре одинаковых, но при повороте они меняют свою ориентацию. Если мы будем смотреть на кубик Рубика, к примеру, вот этот зеленый центр, мы видим, что он симметричный и от поворота грани его ориентация особо не меняется. По крайней мере, визуально так кажется. Детали, которые находятся на ребрах кубика, имеют два цвета, называются, соответственно, ребрами. На яблоки это элементы, которые примыкают к центрам сбоку. Они вот такие вот полукруглые, четыре здесь, четыре вот таких вот крупных с другой стороны и четыре в виде трапеции на боковых сторонах. То есть три типа по четыре элемента. Если мы посмотрим на элемент кубика Рубика, у которого три цвета, такие располагаются по углам и зовут, соответственно, углами. На яблоке это вот такие треугольные элементы. Четыре с одной стороны и четыре таких крупных с другой стороны. Всего углов восемь. Центров шесть, как и грани кубика. Ребер двенадцать. Три типа по четыре одинаковых. Углов восемь. Два типа по четыре одинаковых. Собирать яблоко мы будем послойно. Важно определиться, с какой стороны начинать собирать яблоко. Я буду считать, что сторона, где есть палочка, это верх яблока. Там же, где есть выемка, это низ. И начинаем мы собирать яблоко снизу. Нижний слой более узкий, верхний более широкий. Для лимона я выбирал обратную ориентацию, но для этого были свои причины. На яблоки и груши будем собирать именно в таком порядке. Отличие яблок от лимона в том, что уголки на лимоне были некоторые симметричные, то есть их ориентация была не важна. На яблоке важна ориентация каждого уголка. И поэтому удобнее сначала собирать менее выразительные уголки, чтобы в конце сборки разворачивать более крупные, с которыми проще ориентироваться. На первом этапе мы собираем крест на нижнем слое. На кубике рубика это белый крест, на яблоки это крест вокруг вот такого центра, в котором есть такая ямочка. Чтобы проще было понять, я буду сначала показывать на кубике, а потом уже на яблоке. Чтобы собрать белый крест, нужно просто к белому центру поставить четыре белых ребра. Это делается интуитивно, просто находим подходящие элементы и располагаем их рядом с белым центром. Ребра здесь двухцветные, их легко отличить. Важно, что нужно именно белым цветом подводить к белому центру. К примеру, мы можем найти белое-зеленое ребро и поставить его вот таким образом. Но нужно, чтобы белый цвет совпадал с белым центром. Если это не так, то нужно просто отвести ребро в сторону, подвернуть вот так центр и поставить ребро другой стороной. Тогда белый крест получится. На углы пока внимания не обращаем. Достаточно вот такой ситуации. На кубике рубика также важен порядок сборки цветов креста. Но на яблоке все ребра этого типа одинаковые, поэтому мы внимание на цвета обращать не будем. Как мы уже определились, начинать будем с центра, в котором есть ямочка. Его легко отличить от всех остальных. Боковые центры не имеют никаких выразительных отличий. Верхний центр с палочкой, ну а нижний центр, с которым мы начинаем сборку, имеет ямочку. Далее к нему нужно подвести самые маленькие ребра. Помним, что ребра у нас все четырехугольные. Углы треугольные. Исходя из того, что нижний слой самый узкий, мы находим самые маленькие ребра и подводим к вот такому центру. А мы видим, что одно ребро уже стоит правильно. Если мы его отведем в сторону, то легко заметить. Вот так вот что-то не подходит. А то ребро, которое было здесь, оно уже по форме совпадает. Значит, вот это ребро стоит на месте. Нужно найти еще. Видим, что оно самое маленькое из тех, которые есть рядом. Вот здесь есть трапеции, которые должны быть на среднем слое. И вот такие здоровые ребра, которые будут на третьем. Нам же нужны поменьше. Опять трапеция. Большое. Смотрим на каждом слое. Ну, вот здесь вот можно обнаружить маленькое ребро. Это слой противоположный. Таким двойным движением мы подводим нужное ребро к центру. Видим, что по форме совпадает. Значит, хорошо. Ищем следующее. Вот еще одно. Тоже двойным движением. Если мы будем ставить вот так, то сломаем то ребро, которое здесь уже стояло. Поэтому ставить будем на свободное место. А чтобы здесь появилось свободное место, мы просто повернем вот этот слой. Подворачиваем сюда ребро и видим, визуально вроде бы все похоже, но если присмотреться, либо провести пальцем, заметно, что немножко торчит ребро и по форме совпадает не до конца. Это значит, что неправильно стоит наше ребро и его нужно развернуть. Как я показывал на кубике, для этого достаточно повернуть ребро на себя, вверх, так по часовой стрелке и передней гранью против часовой поставить ребро другой стороной. В итоге у нас уже раз, два, три ребра стоят правильно. Ищем четвертое. На месте его нет. Ищем на втором слое. Вот похожее ребро. Его нужно поставить вот на это место. Отсюда легко ставится ребро вот сюда. Но мы видим, что здесь уже место занято правильно стоящим ребром. Поэтому пустое место, не занятое нужным ребром, мы подводим как раз на эту позицию и ставим наше ребро. Получаем, что он тоже по форме стоит правильно. Напомню, если бы оно стояло по форме неправильно, нужно отвести на себя верхнюю грань по часовой стрелке и переднюю гранью так вот повернуть и ребро развернется. В нашем случае я только испортил, поэтому нужно вернуть на место. Располагаем справа, поворачиваем на себя верхнюю грань по часовой стрелке и переднюю против часовой. В итоге у нас четыре ребра стоят на своих местах. Здесь все четыре ребра одинаковые, поэтому собирать несложно. Но это еще не конец этапа. Если мы повернем как положено этот крест вниз, то мы заметим, что ребра с боковыми центрами по форме не совпадают. Могут совпадать, но в большинстве случаев совпадать не будут. А значит нужно боковые центры развернуть. Для этого есть много различных способов. Я покажу наиболее универсальный. Собранный крест мы располагаем снизу и центр, который хотим развернуть, перед собой. Вращаем переднюю грань на 180 градусов, то есть поднимаем ребро, которое только что собирали в крест, наверх и отводим это ребро в сторону, допустим влево. Далее поворачиваем центр другой стороной. Легко догадаться, что наверх нужно повернуть сторону, которая более низкая. Вот эту. Мы видим, что здесь центр возвышается, а там он пониже. Поворачиваем ребро назад и видим, что все совпало. Если мы ошиблись, то отводим ребро обратно и подворачиваем центр другой стороной. Ну, в нашем случае все хорошо, поэтому ребро с центром по форме совпадает и мы возвращаем его на место, на нижнюю грань. Для этого вращаем переднюю грань на 180 градусов. Получаем, что у нас вот нижний центр, ребро и вот этот центр все по форме совпадают. Делаем то же самое с другими центрами. Здесь не совпадает. Поворачиваем на 180 градусов. Отводим ребро в сторону. Поворачиваем центр наиболее низкой частью. Допустим, вот этой. Возвращаем ребро. Проверяем по форме совпало. Значит, можно опять поворотом передней грани на 180 градусов вернуть все на место. Перехватываем. Делаем то же самое с третьим центром. При сборке могут некоторые центры стать самостоятельно правильно. Это вы не пугаетесь, просто их разворачивать не нужно. Поднимаем ребро. Вот наше ребро. Отводим в сторону. Поворачиваем центр низкой частью вверх. Возвращаем ребро. Проверяем. Все совпало. И отправляем ребро назад на нижний слой. Все хорошо. Переходим к четвертому. Здесь не совпадает. Поднимаем ребро. Отводим в сторону. Подводим центр наиболее низкой частью. Возвращаем ребро. И все оставим на место. Итоги проверяем. Крест и четыре центра стоят правильно. Правильно. Правильный крест собран. После сборки креста на кубики рубика нужно ставить вот на эти места уголки первого слоя. Поскольку на яблоке уголки все одинаковые, мы сейчас на цвета внимания обращать не будем. Но мы понимаем, что уголок с белым цветом, неважно с какими двумя другими, должен находиться здесь. Если мы разместим нужный нам уголок над тем местом, где он должен стоять, то есть уголок будет на верхнем слое, а место будет снизу, то достаточно сделать четыре движения. Правую грань поворачиваем по часовой стрелке, то есть поднимаем или от себя. Вверх вращаем по часовой стрелке. Возвращаем правую грань на место. И возвращаем верхнюю грань на место. Тогда мы видим, что уголок встал куда нужно. Везде все совпадает. В некоторых случаях бывает такое, что после выполнения одного пиф-пафа уголок правильно на свое место не остановится. К примеру, выполняем пиф-паф. Смотрим, как стоит уголок. Он стоит как-то не так. Некрасиво. На кубике рубика цвета не совпадают, на яблоке будет не совпадать форма. В этом случае нужно продолжить делать пиф-пафы. То есть мы делаем еще один пиф-паф. Уголок поднимается наверх. Делаем третий пиф-паф. И уголок становится как надо. Также может потребоваться сделать еще два пиф-пафа, если он не стал на место. То есть один, три или пять пиф-пафов, если уголок изначально стоял наверху, а его нужно поставить вниз. В случае, если на верхней грани уголки закончились, а нижние слоты еще свободны, вероятно, что какой-то уголок стоит на своем месте, но неправильно. К примеру, вот так. Наверху нужных уголков уже нет, с белым цветом. А низ не собран. В этом случае нужно уголок поднять наверх, сделать опять же пиф-паф. И после ставить его на свое место. То есть повторять пиф-пафы до тех пор, пока он не станет как нужно. Как это выглядит на яблоке? У нас собран крест. Крест правильный. И нужно теперь между вот этими ребрами поставить маленькие уголки. У нас есть вот такие большие и есть маленькие. На первом слое должны быть маленькие. То есть мы находим, располагая крест снизу, на верхнем слое, маленькие уголки. Вот этот большой, вот этот маленький, вот этот маленький и этот маленький. То есть нам есть что ставить вниз. Берем любой угол. Смотрим, что под ним место не собранное. То есть сюда можно поставить хороший уголок. И начинаем делать из такого положения пиф-паф. То есть место, куда мы ставим справа снизу, уголок справа сверху. Все располагается на передней грани. Выполняем пиф-паф. Поднимаем правую сторону. Поворачиваем верхнюю по часовой. Опускаем правую сторону. Верхнюю возвращаем обратно. Смотрим, что получилось. Уголок сразу стал хорошо. То есть по форме совпадает. Замечательно. Перехватываем яблоко. Смотрим, что снизу у нас место не собранное. Ну а сверху у нас есть очередной уголок. Все четыре угла маленького размера одинаковые. Поэтому не важно какой ставить на это место. Также делаем пиф-паф. Поднимаем правую сторону. Поворачиваем верхнюю. Опускаем правую. Возвращаем верхнюю. Смотрим, что получилось. Тоже уголок встал на свое место. И форма совпадает. Перехватываем яблоко. Дальше здесь место свободно. Ну а сверху уголок большой. Если большой, то вращаем до тех пор, пока не появится маленький. Вот появился маленький. Так же делаем пиф-паф. Поднимаем правую сторону. Поворачиваем верхнюю. Опускаем правую. Возвращаем верхнюю. Смотрим на уголок. Кажется, что все хорошо. Но я всегда проверяю пальцем. Если присмотреться, то немного уголок выступает. И на ощупь это очень сильно заметно. То есть уголок стоит на своем месте, но не в том положении. То есть развернут. А значит нужно продолжать делать пиф-пафы. То есть он стоит неправильно. Делаем еще один пиф-паф, который поднимет уголок наверх. И делаем еще пиф-паф третий. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. И опять проверяем. Снова уголок стоит криво. Сейчас это более заметно и на ощупь, и визуально. Поэтому делаем опять пиф-пафы. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Уголок поднялся наверх. И еще один пиф-паф. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Проверяем. Все хорошо. Три уголка мы поставили. Смотрим, есть ли у нас сверху еще. Больше нет. Видимо он находится внизу. Нужно понять, стоит он правильно или нет. Вот четвертый уголок. Сейчас на этом этапе уже должен быть собран первый слой. Кажется, что он собран. Но проводим пальцем и видим, что вот здесь есть неровности. Элемент выступает. Значит, вот этот уголок, который изначально здесь стоял, стоит неправильно. Располагаем его справа, спереди, снизу. И при помощи пиф-пафа поднимаем наверх. Сделаем один пиф-паф. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Далее с ним поступаем так же, как с обычным уголком, который мы нашли сверху. И желаем поставить вниз. То есть делаем пиф-пафы. Делаем один пиф-паф. Проверяем. Опять по форме не совпадает. Делаем еще пиф-паф. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Уголок поднялся наверх. Еще пиф-паф. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Проверяем. Вроде бы все хорошо. Проверяем все остальные. Да. Первый слой собран. Но уже контур яблока вырисовывается. Далее на кубике рубика собирается второй слой. Первый собран. Центры уже стоят на своих местах. Остается просто поставить между этими центрами ребра. Ребра среднего слоя. На кубике рубика это ребра, которые не имеют желтого цвета. К примеру, вот такое. И у нас бывают две ситуации. Нужно отсюда ребро поставить направо. Как сейчас. Либо возможно, что ребро нужно будет поставить налево. Для этого мы используем два зеркальных алгоритма. Чтобы поставить ребро направо. Мы сначала его отводим налево. Поднимаем место, куда хотим его поставить. Возвращаем ребро. И возвращаем движение правой грани. Получается вот такая пара. Угол и ребро. Мы отправляем эту пару назад. Для кубики белым цветом должна смотреть назад. После чего поднимаем переднюю грань. Вставляем пару на свое место. И опускаем переднюю грань. И вот ребро стоит на месте. Если ребро нужно поставить налево. Легко вот так определить. То мы используем зеркальный алгоритм. Если нужно налево. То ребро отводим направо. Место поднимаем уже слева. Возвращаем первое движение. Возвращаем второе движение. Получаем вот такую пару. Отправляем белым цветом назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем туда пару. И возвращаем движение передней грани. Ребро стоит на месте. Всего 8 движений. Но в каждой 4 ходовке. 2 хода в одну сторону. 2 хода в другую сторону. Сделали 2 хода. И 2 хода отменили. Движение проще понять, чем запомнить. На яблоке мы видим, что на среднем слое. Вот уже одно ребро стоит на своем месте. Можно понять, что трапеции должны располагаться более узкой стороной вниз, а более широкой наверх. Посмотрим остальные. Здесь тоже трапеция стоит на месте. По форме все совпадает. Здесь какое-то очень крупное ребро явно с верхнего слоя. И здесь тоже крупное ребро с верхнего слоя. Нам предстоит на эти места поставить нужные ребра в правильной ориентации. Для этого на верхнем слое, там где палочка, нужно найти ребра в виде трапеции. И вот сразу перед нами такое ребро попадается. Это трапеция, у которой широкая сторона слева, а узкая сторона справа. Нам нужно определить, в какую сторону эту трапецию нужно поставить. У нас свободно и справа, и слева. Можно либо запомнить, что там, где узкая сторона, в ту сторону и надо ставить. Либо можно примерить, как на любых шейпмодах 3х3. Просто опускаем ребро. Если оно совпадает с боковым центром по форме, значит в эту сторону и ставить. Попробуем налево опустить. Здесь видим, что совсем не совпадает. Очень сильно выступает. Значит мы определились, что вот эту трапецию нужно поставить направо. А значит используем соответствующий алгоритм, который я показывал на кубике Рубика. Если ребро нужно поставить направо, мы его отводим влево, поднимаем место, куда хотим поставить. Возвращаем первое движение, возвращаем второе движение. Получается вот такая пара. Здесь белого цвета нет на уголке, но зато вот это острие мы вместо белого цвета отправляем назад. Таким движением теперь острой стороной пара смотрит назад. Далее поднимаем переднюю грань и вот сюда вставляем готовую пару. Видим, как по форме все сразу вырисовывается. Ну и возвращаем переднюю грань на место. Вот получилось, что ребро стоит в нужной позиции и на своем месте. Теперь ищем вторую трапецию. Это крупное ребро. Это тоже. Вот трапеция. Она опять узкой стороной направлена направо. Значит мы должны справа расположить место, куда нужно поставить. Но здесь видим, что место уже красивое. Оно занято. Сюда ставить вот это ребро не нужно. Нужно подвернуть такое место, где это ребро требуется. К примеру, здесь стоит ребро слишком крупное. Поэтому отсюда, сюда можно вот эту трапецию поставить. Опять ставим направо. Поэтому просто повторяем алгоритм. Отводим налево. Поднимаем место. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Получилась пара. Отводим острым краем назад. Поднимаем передней гранью место, где должна пара стоять. Возвращаем пару и возвращаем переднюю грань на место. В итоге у нас уже собрано два слоя. Рассмотрим ситуацию, когда на верхнем слое трапеции уже нет. Но второй слой еще не собран. Мы видим, что нужное ребро стоит на своем месте, но неправильно повернуто. В этом случае нужно отсюда это ребро как-то достать. И потом поставить на место нужной стороной. Самый простой способ извлечь ребро со своего места, это поставить другой какой-то туда же. Для этого мы выполняем тот же самый алгоритм. То есть любое ребро сверху ставим направо. Отводим налево. Поднимаем правую сторону. Возвращаем движение. Возвращаем. Получается вот такая вот кривая пара. Но все равно острым концом отправляем назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем туда вот эту кривую пару. И возвращаем первое движение на место. В итоге крупное ребро встало на средний слой. А сверху должна появиться нужная нам трапеция. Вот она появилась. Узкая сторона опять справа. Значит делаем тот же самый алгоритм. То есть в большинстве случаев вы будете как раз делать именно правый алгоритм. Отводим ребро влево. Поднимаем правую сторону. Возвращаем ребро. Возвращаем сторону. Получилась пара. Острым концом отводим назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. И опускаем переднюю грань на место. На всякий случай покажу ситуацию, когда трапеция на верхнем слое обращена более узкой стороной налево, а широкой направо. В этом случае нужно выполнять левый алгоритм. И ребро переставлять налево. Здесь место занято. Вращаем до тех пор, пока слева не появится свободное место. То есть там будет состоять ребро не то, что нужно. После этого выполняем левый алгоритм. Ребро нужно поставить налево. Поэтому его сначала отводим направо. Поднимаем левую грань. Возвращаем. Возвращаем. Получаем пару. Острым концом отводим назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем туда пару. И ставим переднюю грань на место. Два слоя собраны. Далее на кубике 3х3 нужно собрать крест на верхней грани. Верхняя грань на кубике желтая. Поэтому и крест собирается желтый. Здесь возможны три ситуации. Первая это палка, когда два правильно ориентированных ребра располагаются слева и справа. Мы располагаем палку вот так вот горизонтально. И делаем следующую комбинацию. Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. Далее делаем пив-пав, который мы делали на первом слое. И возвращаем переднюю грань на место. Получаем крест. Также может быть галка, когда правильно ориентированные ребра располагаются налево и назад. В этом случае мы делаем опять движение передней гранью по часовой стрелке. Делаем уже два пив-пафа. И возвращаем переднюю грань на место. Четыре ребра правильно ориентированные. Вместо двух пив-пафов можно сделать один обратный. Располагаем галку так же. Поворачиваем переднюю грань. Делаем пив-паф, но наоборот. Сначала вращаем верхнюю грань по часовой. Потом правую от себя. Верхнюю грань против часовой. Правую на себя. И возвращаем переднюю на место. Получается крест. Также может быть точка, когда все ребра неправильно ориентированные. В этом случае сначала делаем алгоритм для палки. Поворачиваем переднюю грань. Делаем пив-паф. Возвращаем переднюю на место. И получаем галку. Поворачиваем так, как нужно. Налево и назад правильные ребра. И делаем алгоритм для галки. Ну, любой из двух предложенных. Поворачиваем переднюю грань. И сделаем обратный пив-паф. Сначала вверх. Потом правая грань. Обратно. Обратно. И возвращаем переднюю грань на место. Получается крест. На яблоке палка выглядит вот так. Видим два ребра. Примыкают к центру с палочкой. Правильно. Форма совпадает. И ребра располагаются слева и справа. Вот такое положение неправильно, когда спереди и сзади. Должно быть слева и справа. Именно с такого положения мы делаем алгоритм для палки. Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. Делаем пив-паф. И возвращаем переднюю грань против часовой. Получаем крест. То есть четыре ребра, которые по форме совпадают с центром. Галка выглядит вот таким образом. Вот ребра, которые совпадают по форме. И вот второе. Должно расположить одно сзади, другое слева, сзади и слева. После чего сделать комбинацию для галки. Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. Делаем два простых пив-пафа, либо один обратный. Я сделаю обратный, так как это короче. По часовой, от себя, против часовой, на себя. И возвращаем переднюю грань на место. Также получаем крест. Точку различить проще всего. Здесь центр буквально выступает над всеми элементами. Ну, если рассматривать ребра. Можно начинать выполнять из любого положения. Сначала делаем алгоритм для палки, а потом для галки. Поворачиваем переднюю грань. Делаем пив-паф. Получаем галку. Берем галку в нужное положение. То есть правильные ребра сзади и слева. И делаем комбинацию для галки. Поворачиваем переднюю грань. Я сделаю опять обратный пив-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Получаем, что все ребра правильно ориентированы. Следующим этапом на кубике робика является ориентация углов. Мы видим, вот эти уголки развернуты желтой стороной на желтую грань. То есть они правильно ориентированы. Вот эти два развернуты неправильно. В этом случае нужно взять желтую грань влево. И посмотреть на задний левый верхний уголок. Вот на этот. Если здесь желтый цвет направлен наверх, то нужно сделать 4 пив-пафа. Если бы он был направлен назад, то нужно сделать 2 пив-пафа. В этом случае выполняем 4. Один пив-паф. Второй пив-паф. Третий пив-паф. Четвертый. Видим, что уголок развернулся. Далее, не перехватывая сам кубик, мы вращаем левую грань, пока там не появится следующий несобранный уголок. Вот здесь мы видим, что желтый цвет направлен назад. Как изначально у нас был красный сверху, синий перед нами, центры, так мы и кубик оставляем. Если желтый цвет направлен назад, нужно сделать 2 пив-пафа. Можно обратить внимание, что здесь все перемешалось. Этого бояться не нужно, когда вы закончите разворот уголков, все вернется на свое место. Делаем 2 пив-пафа. Один пив-паф. Второй пив-паф. Уголок развернулся. Проверяем, есть ли еще не собранные. Если таких нет, то ориентация углов завершена. Неправильно развернутых уголков может быть 2, 3 или 4. Просто продолжаем делать пив-пафы и вращать левую грань до тех пор, пока все уголки не развернутся. Вернемся к яблоку. Мы видим, что вот этот уголок стоит хорошо, вот этот хорошо, а вот этот и вот этот стоят неправильно. форма не совпадает. Вместо желтой грани у нас здесь грань с палочкой. Именно палочку мы располагаем слева. И смотрим на задний верхний левый уголок. Вот этот. Здесь нет желтого цвета, но зато есть острая сторона уголка. Он такой вытянутый. И именно поэтому мы начинали с более узкой грани. То есть на вот этих уголках непонятно, в какую сторону у них там что вытянуты. Они очень симметричные, но не до конца. Поэтому их удобнее собирать именно на первом слое. Здесь же все очевидно. Уголок вытянут. И вот это острие. Это вместо желтого цвета. Куда оно направлено. Поэтому мы и определяем, сколько делать пиф-пафов. Если направлено назад, мы делаем два пиф-пафа. Зафиксировали яблоко в одном положении. И не перехватываем. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Проверяем. Уголок развернулся. Достаточно совпадение вот с верхним ребром. Дальше подворачиваем следующий, несобранный уголок. Этот стоит хорошо. Вращаем. Вот этот стоит неправильно. Мы видим, что острый угол более вытянутый направлен наверх. Поэтому нужно сделать четыре пиф-пафа. Выполняем. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Проверяем. Яблоко собрано. Также здесь может быть как два, так три, так и четыре неправильно ориентированных уголка. Просто продолжаем те же действия. На зеленом яблоке верхние уголки не такие вытянутые, как на красном. Поэтому ориентироваться на более вытянутый или острый край не получится. Здесь он наоборот такой придавленный. Но в любом случае можно просто проверять каждые два пиф-пафа ориентацию уголка. Если она не та, что надо, сделать еще два пиф-пафа. То есть либо два, либо четыре. На примере сборки я покажу, как это работает. Поскольку ребра и углы верхнего слоя на яблоке одинаковые, нам не требуется перестановка этих элементов, как могло потребоваться на кубике Рюбика. То есть кубик у нас еще не собран. Тут нужно переставлять углы и ребра сложными формулами. А яблоко уже собрано и сборка наша завершена. На всякий случай я покажу два примера сборки. Одну на красном яблоке, другую на зеленом. Первый пример сборки покажу на красном яблоке. Находим центр с выемкой и к нему пододвигаем ребра, самые маленькие из тех, что имеются. Вот, к примеру, в одно движение поддвигаем, проверяем по форме совпало. Смотрим еще. Вот ребро. На свободное место ставим. По форме опять совпало. Дальше. На противоположной грани. Эта трапеция не подойдет. Это большие, большие. У нас есть здесь еще трапеция. Вот. Похоже на нужное ребро. Можем поставить вот сюда. Но здесь место занято. Значит, сначала повернем грань, где мы собираем крест. Свободим место. И сюда подгоняем ребро. Проверяем по форме совпало. Так. Осталось четвертое. Вот оно здесь. Подводим. Тоже по форме совпало. Давайте сделаем вид, что нам не так повезло. Хотя бы одно ребро по форме не совпало. Проверяем. Вот здесь ребро по форме не совпадает. Чтобы его развернуть, мы прокидываем его на себя. Поворачиваем верхнюю грань по часовой стрелке. И переднюю грань поворачиваем против часовой. В итоге ребро разворачивается. И у нас четыре ребра совпадают по форме с центром. Остается перевернуть яблоко и проверить боковые центры. Первый боковой по форме совпал. Второй нет. Сразу его разворачиваем. Для этого ребро поднимаем наверх. Крест мы опустили вниз уже. Отводим здесь в сторону. Центр боковой поворачиваем самой низкой стороной. Допустим, вот этой. Подводим ребро. Все совпало. Возвращаем все назад. Переходим к следующему. По форме не совпадает. Поднимаем ребро наверх. Отходим в сторону. Центр поворачиваем низкой стороной. Возвращаем ребро. Проверяем. Все совпало. Опускаем вниз. Следующий. Не совпадает. Поднимаем ребро наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр наиболее низкой стороной. И возвращаем ребро. Проверяем. Все совпало. Допустим, мы не угадали с первого раза. Ну или ошиблись. Поставили центр вот так. Подгоняем к нему ребро. Видим, что по форме не совпало. Значит, отводим ребро опять. Поворачиваем центр другой стороной. И опять примеряем ребро. Тут совпало. Значит, ставим ребро на место. Проверяем. Правильный крест. Готов. Дальше собираем углы первого слоя. Видим, один уголок уже стоит на месте. Но по форме не совпадает. Удобно ставить на это же место какой-то другой уголок. Так как все углы одного слоя одинаковые. Мы будем сразу двумя углами делать пиф-паф. И какой-то из них рано или поздно нам подойдет. Делаем первый пиф-паф. Проверяем. Но с первого пиф-пафа все и хорошо встало. Наш этот уголок можно поставить куда-то в другое место. Смотрим здесь. Опять угол стоит на своем месте. Но по форме на ощупь не совпадает. Опять подгоняем над ним другой уголок. И начинаем делать пиф-пафы. Один пиф-паф. Проверяем. По форме опять не совпадает. Делаем еще пиф-паф. Но уже другим уголком. Нас нижний поднялся, верхний опустился. И мы можем проверить. Этот, к сожалению, тоже не подошел. Делаем еще пиф-паф. Проверяем. Тут все хорошо. Форма совпадает. Переходим дальше. Здесь какой-то чужой уголок. Подгоняем над нужным местом. Маленький. Будем ставить его вот сюда. Опять делаем пиф-паф. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем. Так. По форме все совпало. Ну и остается четвертый угол. Ищем его сверху. Вот он маленький. Делаем пиф-паф. Так. Сразу по форме совпало. Так как ребра второго слоя все одинаковые, частично они уже встали по своим местам. Такое бывает часто. Вот это ребро стоит правильно. И вот это. Ну и есть еще парочка, которые нужно поставить на свои места. Находим на верхнем слое трапеции. Вот трапеции. Более узкой стороной направлено влево. Значит ставить это ребро нужно налево. Здесь есть свободный слот. То есть в нем стоит ребро неправильное. Значит это мы будем ставить налево. Делаем левую комбинацию. Отводим вправо. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. Получаем пару. Отводим острым концом назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем пару. И выращаем переднюю грань на место. Одно ребро готово. Ищем второе. Второе здесь. На этот раз узкой стороной направлено направо. Значит ставить будем направо. Здесь свободное как раз место. Отводим налево. Поднимаем справа. Возвращаем. Возвращаем. Получилось пара. Отводим назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем сюда пару. И возвращаем все на место. Получаем два собранных слоя. Далее делаем крест. Находим правильно ориентированные ребра. Вот это ребро по форме совпадает. И вот это совпадает. Это нет. И это нет. Значит у нас галка. То есть одно и второе ребро. Галочкой. Располагаем одно правильное ребро назад. Второе налево. Делаем комбинацию для галки. Я выполню через обратный пиф-паф. Поворачиваем переднюю грань. Вращаем верхнюю. Поднимаем правую. Отменяем верхнюю. Отменяем правую. И возвращаем переднюю грань на место. Получаем крест. Если вы знаете как собирать кубик Рубика. И какие-то продвинутые методы. То здесь можно заметить алгоритмы ОЛЛ. Да, их можно использовать. Но я соберу пиф-пафами. Так чтобы это было понятно всем. Располагаем веточку сбоку. И смотрим на уголок. Который сзади, сверху, слева. Мы делаем 4 пиф-пафа. Потому что острие направлено вверх. Если бы оно было направлено назад, мы делали бы 2. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Четвертый пиф-паф. Здесь очень важно яблоко не перехватывать. Как мы держали, так все остается. Проверяем. У нас уголок вроде бы развернулся правильно. Достаточно вот с этим ребром проверить. По форме совпадает. Вращаем левую грань. На один поворот. Смотрим. Вот следующий уголок. Он острием опять направлен вверх. Значит тоже делаем 4 пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Проверяем. По форме совпало. Вращаем дальше на один поворот. Здесь уголок правильный. Вращаем еще. Здесь уголок опять острием направлен вверх. То есть так же делаем 4 пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Четвертый. Во время разворота уголков у нас правая часть немного изменялась по форме. Это не страшно. Главное не перехватывать яблоко. Тогда к концу этапа все вернется на место. Яблоко собрано. Второй пример покажу на зеленом яблоке. Оно немножко поменьше. Чуть другой формы. Но основные принципы те же. Начинаем с центра, в котором есть вот такая выемка. И к нему пододвигаем ребра, которые поменьше. Ну так, чтобы они совпадали по форме. Мы видим, одно такое стоит. Даже второе есть. Значит, нужно найти еще два. Вот это сильно выступает. Такое более выпуклое. Это не отсюда ребро. Вот такое, похожее на трапецию. Хоть и менее выразительное, чем на красном. Но это ребро со среднего слоя. Тоже нам не подойдет. А вот такие вот более-менее плоские ребра. Это как раз с первого слоя. Значит, вот это нужно отправить вот сюда. Здесь как раз свободное место. Делаем двойной оборот. Проверяем. По форме вроде бы совпадает. Есть еще одно свободное место. Нужно найти четвертое ребро. Вот здесь похоже на то, что нам нужно. Опять двойным оборотом. Здесь место свободное. Поворачиваем. Но видим, что по форме не совпало. Точно так же, располагая это ребро справа, отводим на себя. Поворачиваем верхнюю грань. И поворачиваем переднюю грань. То есть, по сути, мы развернули ребро. Получаем, что четыре ребра по форме с одним центром уже совпадают. Берем крест вниз и проверяем боковые центры. Здесь по форме не совпадает. Поворачиваем ребро наверх. Вот оно. Отводим в сторону. И поворачиваем наш центр более низкой стороной наверх. Предположим, что это вот эта сторона. Возвращаем ребро. Проверяем. Да, все получилось. По форме совпадает. Опускаем вниз. Идем к следующему центру. Тут опять не совпадает. Поднимаем нижнее ребро наверх. Отводим в сторону. Более низкой стороной центр поворачиваем вверх. Попробуем вот эту. Возвращаем ребро. Проверяем. Все угадали. Опускаем вниз. Движемся дальше. Здесь по форме не совпадает. Опять поднимаем ребро наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр другой стороной. Допустим, вот этой. Возвращаем ребро. Опять все хорошо. Опускаем вниз. Четвертый центр. Вот он. Поднимаем ребро наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр другой стороной. Подставляем. Не угадали. Значит, отводим обратно ребро. Поворачиваем следующей стороной. И тут все хорошо. Так. Теперь правильный крест готов. Далее собираем углы нижнего слоя. Наверху опять уголки крупные. Здесь должны быть поменьше. Видим, один уголок стоит на месте, но по форме не совпадает. Удобно. На его же место стоят другие маленькие уголки. К примеру, вот этот. Будем ставить сюда. Делаем пиф-паф. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем. Проверяем. Выступает. Делаем еще пиф-паф. Так. Не подошел. Еще пиф-паф. Опять не подошел. Еще один. Ну, теперь нормально. Переходим дальше. Здесь стоит ненужный уголок. Пододвигаем здесь маленький. И делаем опять пиф-паф. Проверяем. Тут с первого раза получилось. Следующий. Здесь уголок есть. Здесь уголок не тот. Делаем пиф-паф. Все хорошо. И четвертый. Уголок есть. Уголок ненужный. Так. Ну, и тут тоже везет. Первый слой собран. Собираем второй. Ищем на верхнем слое трапеции. Вот. Они не такие несимметричные, как на красном яблоке. Ну, тоже можно заметить, что вот правая сторона чуть-чуть поуже. А значит, это ребро нужно ставить направо. Здесь как раз стоит ребро. Ну, оно нужное, но не той стороной. Значит, мы можем вот это ребро поставить на его место. Если мы ставим направо, то отводим влево, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Здесь мы видим, что все хорошо. Получилась вот такая пара. Острым концом отводим назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару и опускаем обратно. Ищем дальше. Вот трапеция. Вот узкая сторона. Ставить будем направо. Здесь место занято. Подворачиваем следующее. Здесь тоже занято. Следующее. Тут свободно. Делаем тот же самый алгоритм. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим назад пару. Поднимаем переднюю сторону. Возвращаем пару. Ставим переднюю грань на место. И у нас остается четвертый свободный слот. И вот как раз нужное ребро. Но опять узкой стороной направлено направо. Делаем тот же алгоритм. Отводим в сторону. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим пару назад. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем. Возвращаем. Два слоя собраны. Далее смотрим верхний слой. Здесь должен быть крест. Видим, что только два ребра правильно ориентированы. И они стоят рядом. Они напротив. Это галка. Располагаем правильное ребро сзади и слева. И выполняем комбинацию для галки. Поворачиваем переднюю грань. Делаем обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань. Дальше смотрим. Крест готов. И есть пара уголков, которые по форме стоят неправильно. И по ним не так просто определить, где у них более вытянутый, более острый край. Так, чтобы мы могли сразу определить, где два пиф-пафа делать, а где четыре. Поэтому предлагаю универсальный способ. Все делаем то же самое, но делаем по два пиф-пафа всегда. То есть делаем два пиф-пафа. Проверяем, совпало или нет. Если не совпало, то делаем еще два. Если совпало, то подводим следующий уголок. Сторону с веточкой прокидываем налево. И смотрим на угол, который вот здесь. Слева, сверху, сзади. Этот уголок правильный, по форме совпадает. Подворачиваем следующий. Яблоко не перехватываем. Этот выступает. Можно вот так на ощупь определять. Делаем два пиф-пафа. Первый. Второй. И определяем вот это ребро с этим углом. По форме опять не совпадают. Значит делаем еще два. Первых двух было недостаточно. Один. Второй. Проверяем. По форме совпало. Значит хорошо. Крутим левую грань. Смотрим следующий уголок. Этот по форме совпадает. Следующий. Этот по форме не совпадает. Делаем два пиф-пафа. Первый. И второй. Проверяем. Все совпало. Больше неправильных уголков нет. А значит яблоко собрано. То есть если нам трудно определить сколько пиф-пафов делать два или четыре, можно просто через каждые два пиф-пафа проверять. Повернулся уголок нужной стороной или нет. Если не повернулся, делаем еще два. Если стоит как надо, то просто подкручиваем следующий. Я постарался максимально подробно рассказать все возможные случаи, которые могут встретиться вам на кубике яблока. Можно сборку усложнить. Если не следовать моим рекомендациям. К примеру, можно начать сборку из такого положения. Тогда верхние уголки будут не одинаковые. И потребуется алгоритм для их перестановки. Так же как и для ребер. Алгоритмы перестановки элементов верхнего слоя более сложные. Если можно как-то при сборке их избежать, я это советую делать. Но если хотите себе усложнить задачу и умеете собирать кубик рубика, то есть знаете эти алгоритмы, то можете попробовать собрать яблоко сбоку. Но более легкий путь собирать в таком положении. Что красное, что зеленое. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok